Теремок ТВ Книга Что-то Дим Димыча долго нет Они с мамой на почту пошли Посылку от бабушки получать Класс! Скорей бы посмотреть! Ну, что бабушка прислала? Самую лучшую вещь в мире Огромный! Помогатор! Что, и помечтать нельзя? Если бы помогатор Книгу Ого! Это же остров сокровищ! Какая разница? По-моему, книги – это скукота Согласен! Вы чего? Там же приключения, путешествия! А я думаю, там одни буквы! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! О, пираты! Целая банда! Ксимка, помоги! 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 Ха! Не очень-то и хотелось! Да! Ха! Попался, который зачитался! Я... Я картинки хотел посмотреть! Как ты мог? Без меня! Держите! Мусачечка, отдай книжку! Ну, пожалуйста! Тяни сильнее! Есть! Ой, порвалась! Что же теперь делать? Тянить! Древности книги переписывали вручную, а сегодня печатывают в типографиях. Сначала их верстают, расставляют по местам текст и картинки. Потом для всех страниц делают заготовку из металла, на нее наносят краску, которая отпечатывается на рулоне бумаги, рулон разрезают и листы складывают в стопки или тетради. Их сшивают и получают книжный блок, который приклеивают к обложке. Вот так, осторожно! Готово! А дальше-то читать будем! Вообще-то кое-кому спать пора! Ну, немножко! Что, уже не скучно? Неа! Дим Димыч, ты читаешь? Мам, такая интересная книга! И вообще, это лучшая вещь в мире! Растешь на глазах! Ну, давай-ка ты завтра продолжишь. Пора спать! Ладно. Уже и потрепать успел. Это мы с Кусачкой книгу не поделили. Она тоже почитать хотела. Зуб О, это что-то новенькое! Всем привет! Сегодня у меня непростое испытание. Я буду чистить зубы вот этим, электрической зубной щеткой. Ой, вот это скорость! Интересно! А точек, что надо? Круто! Не так страшна щетка, как ее жужжание! Мам! О, котен! Смотри, что покажу! Я первая! У меня зуб выпал! Друзья, вернусь к вам позже! Зубы блеск! Сегодня я наконец-то вижу зубную фею! Но она же приходит, когда все спят! Я твердо решила не спать! Отличный план! Что же она мне подарит? У меня есть щетка и для молочных зубов! Во рту взрослого человека тридцать два зуба! Но вылезают они не сразу, а по очереди! Когда дети еще не умеют ходить и говорить, придезаются молочные зубы! Перед школой эти зубы выпадают, чтобы на их месте появились постоянные! Такие терять нельзя! Новые вместо них уже не вырастут! Но заботиться нужно и о тех, и о других! Чистить их! И есть меньше сладкого! Уснула! Мама! А! А! Хотела книжку почитать! А ты почему не спишь? Фею жду! Ах, да! Фу! Чуть не попалась! Так, мы до утра прыгали! Фу! Надеюсь, феи шоколадки дарят! Щетку я не донесу! А? Мама, опять ты? Фу! Фу! Фея! Ага! Зубная! Вот это да! Наконец-то! Тю-тю-тю-тю-тю! Давай ты мне зуб! Я тебе подарочек! И полетела! Хм! У вас крылья не настоящие? Это для красоты! Я на мопеде летаю! Оп! Ой! Это помогатор? Что? Где? У вас помогатор! Вы фиксик! Загружалась я тут! Пора! У меня еще сто зубов! Сто детей впереди! Чао! А зуб? Ах да! Привет, Фрику и Гику! Ага, передам! Ой! Вы их бабушка? Ух ты! Ты умеешь хранить тайны! Ага! Да! Я их, Бася! Ну, я полетела! Ты дышь! Люди любят верить во всякие чудеса! Выпал у ребенка молочный зуб! Сразу же надо спрятать его под подушку, чтобы фея или мышка обменяли его на подарок или новый зуб! Другие маленькие мечтатели верят, что молочные зубы забирают тролли и эльфы! Некоторые подбрасывают зубы в воздух, взрывают землю или закидывают на крышу, представляете? А кто-то верит, что выпавший зуб поможет стать кем ты хочешь! Поэтому будущие футболисты закапывают зубы на стадионе, а врачи возле больницы! Хотя по мне, настоящим профессионалом может стать только тот, кто много учится и тренируется! О как! К массажу готово! О-о-о-о! Мам, смотри, что мне фея подарила! А детям точно можно этим? Детям в первую очередь! Ты смотришь мои обзоры? Да, конечно! Хе-хе, смешно! У зубной феи отличный вкус! Ага, и шоколадка объедение! Какая шоколадка? Э-э-э, щетка просто класс! Сама очистит! Вот бы еще домашку за меня делала! Причем тут шоколадка? 3D принтер У-ху! Фик, я быстрее! Но верен, Фрик! Эй, как ты меня догнал? Фрик, мы же близнецы! Теперь будем учиться, как все фиксики! Это элит-профессор чудаков! Ага, а что они там делают? Ваша копия, колено! Хе-хе, одно лицо! Вот удивите свой класс! Хе-хе-хе, их новенькие удивят! Мы с Симкой Ноликом никому еще про них не сказали! Сюрприз, значит! Только тссс! Это большой секрет! Слыхал, кто мы? Сюрприз так сюрприз! Быть близнецами непросто! Нас все время путают! Вот я, Фрик! Я гид! Скажите, мы одинаковые? Хе-хе, это не так! Вот Фрик умеет писать левой рукой и боится щекотки! А гид, когда смеется, хватается за живот! Он обожает копаться в компьютерах! Найти ошибку в программе! Обмануть вирус! Эх, все к нему! Фрик мастер на выдумки и розыгрыше! А вместе мы команда и все время придумываем что-нибудь новенькое! Кстати, о новеньком! Раньше мы никогда не ходили в школу! Ага! Нас учила дома наша Пася! Но когда познакомились с Симкой и Ноликом, решили попробовать! Хе! Мы интересны же! Правда, мы тут ненадолго! Привет! Где все? Верта скоро будет! Симка с Ноликом завтра вернутся! Всем здрасте! Ой! Привет! Я Фаер! А ты новенький? Какой растрепанный! Меня зовут Фрик! А тут ничего так! Вообще-то это лучшая школа фиксиков! Мы тебе все покажем! Я Шпуля! О! А что? Ты никогда не видел манипулятор? Фиктор видел! Как ты там оказался? Где? Наверху! Я? Ха! Смеетесь? Ну, это был ты! А! Это вы про мою копию говорите! Что за копия? Да вон, видите? Бегает рядом с банками! Это не банки! Ой! Да без разницы! О! Вон! Еще одна! И еще! Ничего себе! Ну, как ты это делаешь? Вот на этой штукавине! На 3D принтере это невозможно! На 3D принтере можно создать любой объемный предмет! Достаточно нарисовать его схему на компьютере и загрузить в принтер нужные материалы! А дальше машина уже сама разберется! И будет слой за слоем печатать то, что было задумано! На таком устройстве можно сделать игрушки, детали для двигателя или даже протезы! Но живого человека или фиксика на 3D принтере сделать нельзя! А ты умник! Я Игрек! Но кое-чего не знаешь! Сейчас покажу! Та-дам! Ого! Как настоящий! Похож! Прелесть! Вижу, вы уже познакомились с новенькими! Профессор, новенький один! А это копия из принтера! Или наоборот! Вот так сюрприз! Копия, говорите! Работа хорошая! Только голова неровная! Ничего! Сейчас переделаем! А? Чего? Класс! За работу! Эй-эй-эй! Стойте! Да вы же пошутили! Это не копия! Это мой брат! Я Гик, а это Фрик! Вы близнецы? Прелесть! А мы бы сейчас тебя туда! Я говорил, это невозможно! Начнем, урок! Все в сборе! Еще не все! Крючок! Синка, прыгнись! Брик, зачем вы скрепили фиксиборды? Так пароводикам веселее! И я Брик, а он Гик! Кхе-хе-хе-хе! Здравствуйте! Вещи не по назначению используйте! Ну-ну! О! А как надо? Приходите в школу, узнаете! Мы как раз хотели! Сначала познакомьте меня с родителями! Сегодня! Жду! Опа! Хе-хе-хе! Крючок! О! Крючок! Ненадежная штука! Тьфу! Хе-хе! Зато многофункциональная! Крючок! 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 Не просто удобная вешалка для курток и ключей! На стройке крюки подзомных кранов переносят грузы! Рыбаки берут крючки на реку, а альпинисты в горы! Ведь карабин это тот же крюк, но с застежкой! Крючком с длинной ручкой бабушки вяжут шарфы! В кино у пиратов часто вместо руки торчит крюк! Да что там, даже клювы копти птицы скрючены! Чтобы колоть орехи и держаться наверх! Не пить, не пить, большой-большой пальчик не пить! Ох-ха! Ай! Вы в порядке? Ещё спрашивайте! Простите? Сколько фиксиков уже поймали на крючок? Что? Это не моё! А с виду солидный фиксик! Знаете, вы тоже не в том возрасте, чтобы лихачить! Хотите сказать, я старая? Да? То есть нет? Ну, знайте! Намудрили! Опять вы? Как вы тут оказались? Пропустила поворот! Кстати, где я? В научной лаборатории! Дайте-ка угадаю, вы здесь работаете! Ой, догадливы! А вы не очень! Может, поможете? Тут, если только крюком, вы не против? Тащите! Советую вещи использовать по назначению! Я тоже был рад вас видеть! Уже поговорили? С кем? Ну, вы же сказали позвать родителей! Бася! Бася! Дети! Вы? Вы родитель мальчиков? А вы тот самый профессор в школе фиксиков! Возмутительно! Вы кое-что забыли! Это вы придумали! Хе! Моя школа! Вообще, они у меня воспитанные! В бабушку? Многие фиксики-домоседы! Но это не про Басю! В молодости я частенько переезжала с места на место! Где я только не была! Как-то в Калиже скончилась в мушку Эйфелевой башни, когда ее строили! А в Англии, членый лучшайник самой английской королевы! Было весело, но иногда одиноко! Все изменилось, когда я увидела на свалке две шестеренки! Ржавые! Ну, хорошенькие! И похожи один в один! Я их отмыла, ставила часы, а они раз! И превратились в гика и фрика! И теперь мы с семьей живем в человеческой квартире! Но мы здесь не задержимся! И в следующее путешествие я поеду уже не одна! Получается, дедус вас на крючок поймал! Да, именно так! Прошу заметить, благодаря ему я вас спас! Смешно вышло! Я еще подумала, что за вредный старичок меня тащит! Как вы кричали! Я чуть не оглох! Так а нам в школу теперь можно ходить? Думаю, здесь вам будет чего поучиться! Только без ваших шуточек! Вот это мы не обещаем! Но постараемся! Ты дышь! Парашют Пасуй, гик! Вообще-то я фрик! Разве вас отличишь? Ну да! Нолик, мы опаздываем! Ой, у нас же урок! Про парашюты! А вы знаете, что мы с гиком лучшие в фиксе парашютисты? Не может быть! Мы и вас прыгать научим! Нам некогда! Да мы разок прыгнем! Зато в школу придете готовенькие! Симка, давай на минуточку! Интересно же! И вы все знаете о парашютах? Ага! Парашют похож на большой зонтик! В собранном виде он умещается за спиной! А в полете разворачивается при помощи специального механизма! Прочная ткань мгновенно раскрывается, как купол! Воздух мешает ему спускаться быстро! Так что даже большой человек может не бояться упасть! Но парашютный спорт – это все равно не шутки! Тут нужна специальная подготовка, сноровка и панкипировка! Вот, надевайте! За качество вручаемся! Помогатор-то сними! Симка, да никуда он не денется! Ладно, разочек! Главное – вовремя тернуть за это кольцо! Ну, поехали! Ура! 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 Класс! Ха-ха! Это еще что! Ну как, лучше, чем в школе? Мы опоздали! Бежим! Ну теперь-то куда спешить? Сейчас будет самое интересное! Ох, страшно! Страшно, круто! Вы с ума сошли! Разобьемся! Уху! Е-хо-хо! Так, с меня хватит! Молик, пошли! Ой! А как мы сюда залезли? Помогаторы! Опа! Ха-ха! Эй! Рыгайте! Денесите! Помогатор! Да раскроются! Прыгай! Да нет же! Это они такую фигуру делать будут? Ага! Круто! Помогатор! Сюда! Сюда? Хе-хе-хе! Нет! Я больше не полезу! Учего не понимают! Помогай! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Торгай за кольцо! Заклинило! Масечки! А-а-а-а-а-а-а-а! Запасно! А-а-а-а! Эффектно! Эффектно? Да мы из-за вас чуть не разбились! Что здесь происходит? Дедов, мы просто... В школу прогуливаете! Да! Хм! Оригинально! Чья работа? О-о-о! Здравствуйте! Здрасте! Это наш парашют! А это наши друзья! Брит и Гит! Хе-хе-хе! Только наоборот! Блесницы! Прекрасно! В какой же школе у вас этому научили? Мы дома учимся! А-а-а-а-а! Учиться чему-то новому можно не только в школе! Многие человеческие дети по всему миру занимаются дома! И физики тоже! Везде свои плюсы и минусы! В классе, например, учеников много! Могут и не спросить! Дома же, когда учишься один на один, нужно всегда быть готовым на отлично! А как же одноклассники, спросите вы? Ведь вместе веселее! Хе-хе! Когда я был спорником, то иногда очень любил ненадолго от всех спрятаться и в тишине поломать голову над какой-нибудь задачей! Да, но на самом деле не так уж и важно, учишься ты дома или в школе! Главное, делать это с интересом! Ну вот что, а в мой класс пойдете? Мне такие ученики нужны! А помогаторы дадите? Конечно! После экзамена! А фикси-борды? Хе-хе-хе-хе! Это пожалуйста! Ой-ой-ой! Давай! Страшно! У-ой! А-ка! Субтитры подогнал «Симон»